Добрый вечер. Почему? Да потому что я крутой муж. Вы считаете, что когда мужчина главенствует и доминирует, это дает счастье женщине? Почему это так? Да, почему вы так считаете? Я не считаю, что это так. В моей семье так. Почему? Да я откуда знаю, она должна будет спросить. Подобляющая часть аудитории этого канала мужчины, и я это прекрасно понимаю. И также большая часть из них геймеры. Это я тоже знаю. И в этом видео я кратко хотел бы сказать, зачем тебе может понадобиться психология. Зачем она тебе нужна в жизни. А ты уже примешь решение, стоит ли подписываться на мой второй канал, которому сейчас уделяю гораздо больше внимания. Канал по психологии. Или стоит оставаться здесь. И начать я хочу с того, что благодаря сотням уже диалогов на сервисах знакомств с женщинами, ну, прежде всего, конечно, виртуальных, я выявил одну общую закономерность. Я не встретил ни одной женщины, девушки, как угодно их назовите, которой не была бы интересна психология. Ни одной. Ни разу не встретил. Вы можете пытаться найти разные темы соприкосновения, разные темы для общения, но психология это то, что объединяет интерес без их всех. И если ты в этом разбираешься, то у тебе уже есть о чем поговорить с ней. Женщины порой жалуются, что мужики начинают с ними говорить про всякие там биодобавки, про протеины, которые ходят в зал и качаются. Но вы не поверите, насколько им это все скучно. Ну, сколько так, смертная просто. Не хочется плакать. Говорить на каких-то других вещах может оказаться тоже неудачным попаданием. А психология это просто беспроигрышный вариант. И, соответственно, ты автоматически становишься интересным собеседником для той девушки, с которой хочешь познакомиться. Все очень просто. Это точно. А если ты будешь продолжать играть в игры, то все будет как вот в этом видео. Один озабоченный турок все время дрочил свой окурок, пока ранней весной не слюбился с козой. Без всяких прелюдий, придурок. В современном мире все меньше и меньше людей, с которыми можно построить долгосрочные отношения. И девушек, как мне кажется, еще меньше. То есть после 25-ти встретить девушку для отношений, с которыми можно связать свою судьбу на долгое время. И уж тем более построить семью и родить детей это огромная редкость. И правильно сказать счастливую семью это ключевой параметр. Там, где ты будешь чувствовать уют и комфорт, а не там, где будет постоянная ругань, недовольство или чего хуже, женщина просто возьмет и уйдет с ребенком в один прекрасный момент. Я, конечно же, имею в виду 25-ть это возраст девушки, потому что до 25-ти, как правило, они уже давно определяются семьей и, как правило, у них уже есть дети. И из-за отношений просто так, от того, что им стало скучно или под какими-то другими предлогами, весьма шаблонными, как правило, они не уходят. А живут долго и счастливо со своими мужьями. Для того, чтобы это сделать, недостаточно просто сыграть, как в играх, в лотерею какую-то. Ты взял и словил джекпот. Такое, конечно, может быть. Но шансы, они близятся просто, ну, к нулю. И такие девушки есть, как я уже сказал, но их очень мало. И нужно уметь их выбрать. Даже если возникают какие-то проблемы или конфликтные ситуации, нужно правильно уметь из них выходить. И для этого нужно разбираться в психологии и правильно уметь выбирать спутника жизни. Потому что это один из самых ответственных шагов в твоей жизни, который будет влиять впоследствии на очень многое. И вообще на твою судьбу, в принципе. Поэтому я предлагаю не откладывать, переходить по ссылке из описания, смотреть новое видео и подписываться на мой канал по психологии. А уж что делать со своей судьбой дальше, решать только тебе. До встречи. Подписались все на этот сайт! Быстро Субтитры создавал DimaTorzok